Здравствуйте! Калашников Против Феста в эфире рубрика новости. Сегодня я хочу вас познакомить с новой продукцией нашей. Она не является официальной продукцией ассистент. Это наш партнер в Киеве делает. Но, тем не менее, вещь пользительная. Надеюсь, вам будет интересно. На самом деле, профиль ординарный. Тут ничего такого сверхъестественного нет. Ширина его 19 мм, под фрезу 19 мм. Высота 13 мм почти. Как вы видите, он довольно жесткий получился. Больше 3 мм стенки. То есть, достаточно. Зачем? Здесь, вы видите, у нас есть ложбинка по центру. Если это все прикреплять, чтобы у вас ирония ушла в сторону. Собственно, предполагаю, тем не менее, врезать его и в столы. Хотя, на самом деле, он не предназначен. То есть, его сечение не предназначено для того, чтобы работать штатными приспособами, которые, например, инкро производит, крэг или еще что-то. Это больше все-таки рассчитано для самоделок, которые у себя в гаражах чего-то делают. Но, тем не менее, профиль очень полезный. Его можно как угодно вертикально, горизонтально врезать. Именно благодаря его габаритам, то есть, невысокой высоте, можно пользоваться, допустим, фанерой 22 мм. Ну, не должна быть критичной. Там еще полтела почти остается для того, чтобы не потерять жесткость самому листу. Хотя я, конечно же, в тридцатке это все делаю. Значит, в принципе, я, как вы видите, тут уже зарезал себе. У меня здесь будет транспортир. Вот. Ну, примерно так будет выглядеть у меня, но это по-сырому. То есть, наш профиль, сампуль Титрак от Ассистент, наш флипстоп штатный. Тут будет разметка наклеена. И будем нарезать мелкие детали. Почему? Дело в том, что моя каретка импровизированная на основе шины Festool, она достаточно неплохо себя зарекомендовала. Единственное, в таком маленьком помещении постоянно она выходит за параметры стола. Естественно, ты чертыхаешься. Для того, чтобы тебе какую-то мелочь нарезать, намного продуктивнее взять просто транспортир, вставить его в Титрак и нарезать там какую-то мелочь. То есть, для мелочок я предполагаю использовать Титрак, который режу или на ту сторону стола. А уже для каких-то более массивных деталей, то можно уже выдвигать отсюда то, что я уже показывал. Значит, на самом деле, можно будет использовать в мобильных версиях. То есть, учитывая то, что мы можем как угодно поперек, вдоль стола, врезать этот Титрак. Для всевозможных приспособств под сверлильные станки, под фрезер, опять же, под стол фрезерный, под каретку. Ну, и на самом деле, немаловажно, это то, что сюда болт на 13 входит, что дает возможность довольно дешево соорудить себе какую-то приспособу. Ну, то, что вы хотите сделать, да. Ну, естественно, наша струбцина от ассистент, быстро зажимая, тоже отлично сюда становится. То есть, в итоге, у меня даже в этой каретке, возможно, будет фиксатор, посмотрим, будет ли это фиксатор на основе ассистентовской струбцины, будет ли это прижим какой-то на основе болта М8. Посмотрим вместе, я еще пока не определился. Само изделие сегодня на сегодня доступно в России, на Украине и во Франции. Ну, в Белоруссии пока не было запросов по ставке, хотя у нас партнер в Белоруссии, в принципе, если такой запрос будет, то мы отправим. Значит, ну, такая вот, значит, условно говоря, мы заполняем пробелы, да, в нашей линейке. Ну, условно говоря, то, что мы там в Минске не выпускаем, иногда у нас появляются какие-то идеи, ну, и мы выпускаем их в Киеве. Ну, просто до всего руки не доходят, у нас сейчас там масштабный проект в Минске, ну, поэтому вот такие дела. Спасибо за внимание, надеюсь, это изделие будет вам полезным, вот, и до новых встреч!